Всем привет, ребята! Вы смотрите канал Артика, и сегодня мы поговорим о подарочном танке ветеранам, то бишь Супер Хелкот. Ну, это Т-25-2. Супер Хелкот. Сейчас я вам его даже покажу, потому что разработчики немножечко, ну как, на следующий день они подготовились и немножечко спалили все в сравнении техники. То есть я могу спокойно зайти в менюшку и спокойно смотреть танчик. Вот такая у нас тут бедничка нарисована. В принципе, ребят, обычный Хелкот с нарисованной ведьмой и пушкой 90 мм. Ничего нового. Все то же самое, что и на Хелкоте. Просто прилепил этот коробочек и пару касочек. И это его уже уникальный стиль, который придает незаметность. Хоть и в стоковом виде чуть-чуть 24. Камуфляж не установлен. А, ну и ладно. По идее у нас уже должен быть установлен камуфляж. Ну да ладно, перейдем к ТТХ. Поехали. Я это все без монтажа делаю, так что, в принципе, будете видеть все, что вижу я. К примеру, настройки. Как вы видите, я уберу, к примеру, боевое братство и маскировку. Все сделаю по стандарту, просто маскировочную сеть. Оставлю, дабы была честная. Экипаж 100% со всеми вытекающими. То есть, видите, у него галочка уже стоит на установленный стиль. То есть, у него уже есть плюс к этому маскировке. Ну да, вот незаметность появилась. Все видно. Типа, вот я сейчас уберу. Ладно. Это я потом с этим разберусь. Все, окей. Допустим, смотрим наше ТТХ. Средний урон за выстрел, ну, 240. Я взял стокового шпрота и топового Т-25 дробь 2. Ну и нашего супер халката. Как вы видите, у нас среднее бронепробитие обычной ББшкой. Ну, короче, 170, если так считать. У обычного халката 160. Ну, следить на до седьмом уровне 170, это... Нифига, одним словом. Пробитие ББ, ой, голдой 210. Это вот тоже. Ну, как, маловато. Это вам придется либо выцеливать, осидеть из кустов с точностью 0.34 и выцеливать где-нибудь на расстоянии 500 метров. Я не думаю, вы будете выцеливать комбашину. Конечно, он туда не попадет, я знаю. Я выцеливал на халкате с точностью 0.34 и нифига не попадал. Правильно, потому что оно... Блин, полное сведение, снаряд летит куда хочешь, но не в цели. Это ж логично, это ж World of Tanks, что хотите. Скорострельность орудия при стопроцентном экипаже выигрывает обычный халкат. Ой, проигрывает обычный халкат, потом чуть-чуть его догоняет супер халкат, но лидера у нас на этом уровне будет 25 дробь 2. Он больше выстрелов сделает стоповой пушкой. Как вы видите, потому что перезарядка у нашего супер халката 7.67, 100% экипаж, без всяких доп. пайков и всякой фигни. Здесь без доп. пайков, без всякой фигни, 7.37, ну в общем, понятно, короче, копейки там. Но против шпротины вот эта вещь будет вообще... Ну короче, он её перестреляет. Потому что, смотрите, бронирование корпуса 203, но он его ББшка со своим 170 пробитием не пробьёт от слова совсем. В башку он не пробьёт, да, будет борташить, Ну, извините, но это не танк. В чём разница от халката и супер халката? У него очки добавили. Добавили буквально... Ну, короче, примерно 300 хп. Я просто не буду точно считать. Это выпендриваться, как говорится. Зато, смотрите, корма башни. 127 миллиметров. Я ору, ребят. Ну, просто там... По идее, там просто боеукладка находится, судя... Ну, как модель сделана. Там, логично, должно быть 127 миллиметров. Но всё же. Я считаю, это там бесполезно сделано. Потому что 127 миллиметров, извините меня... Это... Борташ... Башни Шпротины. Ну, то есть, вы понимаете. Конечно, Т-25 дробь 2 вообще там... Картон, картонный. Потому что они убрали ему защиту боеукладки. Ну, да ладно. По мобильности наш супер халкат выигрывает. У него масса всего лишь 19,64 тонны. Но с максимальной 29 тонны. Ну, то есть, вы туда можете досылатель вакнуть, вентиль. Я себе буду ставить сюда маск-сеть. Возможно, что-то на оптику. Ну, и досылатель. Потому что я буду, наверное, стрелять чаще, лучше, чем... Какие-то там параметры улучшать. Потому что эта ПТ-шка явно кустодротская. По-другому я её не назову. Она... Да, с её скоростью в 72 км в час, какого-то у того халката, она, конечно, не развивает эту скорость, но всё же... Это не тот танк при повороте башни в 35 градусов. Ой, 6... У нас башня... Сейчас, извиняюсь, потому что я потерял скорость поворота башни. Ну, в общем, я знаю, что скорость поворота башни у нас... Вот. На 4 градуса быстрее. Ну, вы поймите, 4 градуса быстрее, это... Допустим, мы возьмём того же самого ИСа-3. Возьмём ИСа-3, как в ангаре. Блин, опять эти ТТ-шки... А, всё, с према начинается. Вот он, ИС-3. У него скорость поворота башки 26. Ну, то есть, вы понимаете, халкат его никоим местом не закружит. Он его сам башни перекрутит. Но при этом на 4 градуса быстрее башня поворачивается всё же. Скорость заднего хода 20. Это... Благодарность разработчикам. Молодцы, спасибо вам большое. 20 километров в час назад. Порох сейчас 12 километров в час, ну извините, но это ничего. Это... 12 километров в час, ну ты представляешь, ты сидишь в кустах, за тобой, ну типа там съезд. Пока ты на этих 12 километров в час отползёшь туда, тебе ещё на пол хп влетит какой-нибудь... ЛТшке, которая его перезарядка по 2 секунды. То есть, ты представляешь, ты по пол хп тебе пыл-пыл-пыл-пыл, и пол хп у тебя нет. Но вы понимаете. Скорость поворота шасси 35 градусов в секунду. Ну, а тоже на 4 градуса быстрее, в принципе, но... Иногда особой роли не будет играть при развороте на месте где-то там кружилове. Да, когда у вас будет вот это вот всё вместе комплектоваться, это ещё только при 100% экипаже, без всяких там вентилей, доппайков и всего, то если бы туда вот это всё поставить, то здесь будет, наверное, больше показателей, я потом это посмотрю. Что мы видим дальше? Мы видим показатели маскировки у этих танков, без маскировки, самые офигенные. Потому что, допустим, я возьму свой любимый М10 РБФМ, который у меня стоит в ангаре французский. Вот он. Смотрите на его маскировку. 51. То есть, вот эта вещь выигрывает вот этой. Возможно, там будет... Просто у меня тут всякие перки на маскировку ставят, в принципе. Вот эта вещь, если на маскировку прокачать, то наверняка тоже 50 наберёт. То есть, это офигенно будет скрытый танк. Но с пробитием его это, блин, табло. Дальность связи. ВГ зажлобили, хочу вам сказать. 782 против 595. Это чё? Это чё сейчас было, как говорится? Отгрызли полдистанции. То есть, вы представляете, что такое на седьмом левеле выкатиться с вот этим... С вот этой дальностью связи. И нифига вот не видеть, когда вот этот до 6-ти левелный халкат тебя, к примеру, будет видеть по дальности связи. А ты его, блин, не видишь. Вот это, конечно, прикольно. Ярус этого. Разрабы молодцы. Накосячили, к сожалению, в этом месте. Типа, с какого образа вот эта вещь лучше вот этой. Типа, в чём прикол? Седьмой левел, как бы. У него как раз-таки, если у меня, должен быть приличный обзор и дальность связи. Потому что вот даже у этого 380. Но это не тот. Короче, танк для кустродотства в районе... В районе боевых действий. Ну, то есть, чтобы вы сидели близко с противниками и прямо по ним кидали, они вас не видели. В общем-то, чисто для этого. Как я понимаю. Давайте, допустим, ему засунем сюда вентилятор. Где у нас вентилятор? Допустим, усовершенственный. А тут его нет. Ну, класс. Я не понял, куда вентилятор пропал. Типа, выходить, сказать, вентилятор не устанавливается. Ладно, засунем стереотрубу. Ай. Сейчас засунем стереотрубу и что-нибудь еще. Орудийный досылатель. Вот, допустим. Нет, экспериментальный мы не будем ссувать, потому что не все его купят. Потому что он довольно-таки дорогой. За 5К его бонов покупать? Ну его нафиг. Всего лишь 12, там, малые, десятые, сотые секунды он вас заберет. И засунем сюда ящик колы. Смотрим наши показатели. Скорострельность сразу увеличивается до 9 выстрелов в минуту. Перезарядка у нас 6 секунд уже. А допустим-ка, вот уберем вот это вот усил. Ну, кроме, пока что, допустим, этого. И смотрите, какой у него ДПМ. 1880... 1877. Он чуть-чуть выигрывает прошлому Халкату. На 100 единиц примерно. Не буду там вдаваться подробностей. Сейчас вот я засуну вот это вот все. И представляете, что это будет? 2К ДПМа. 2К, ребята, ДПМа. Ну, конечно, УВНа у него минус 10, как и у того Халката. Мне, кстати, с УВНами играть офигенно понравилось на этом танке. Когда еще Маск начинает танковать, это вообще эпик. Так, скорость поворота башни у нас уже 21 градус. Ну, то есть это уже поприличней стало. То есть вы понимаете, что это значит. То есть у нас уже будет башка вертеться еще быстрее. Уделка у нас уже возрастает до 23. А если мы еще сюда вместо, допустим... Как он называет там? Вместо аптечки засунем дополнительный бензинчик. То у нас уже будет 25 лошадей на тонну. То есть вы понимаете. Хорошо развиваемся. Скорость поворота шасси на данный момент уже 37 градусов. Это еще больше по сравнению с прошлыми результатами. Ну, извините, но дальность связи у нас выросла. Ну, буквально. Чуть-чуть. На 100 единиц. На 100 метров. И обзор вырос. Ну, обзор, я согласен. Обзор, вот он будет чуть-чуть нужен. Этот... 482 метра и там со включенными стереотрубами. Ну, блин. Но они не нужны. Допустим, я хочу себе стереотрубы поменять на просветленку. Все равно одно и то же. 230. А типа, а в чем разница? Ээээ, наблюдение. А и ладно, пускай стереотрубы висят. Вот такие у нас, ребята, расклады. Супер хеллкат у нас какой-то. Обычный хеллкат шестого левела. Перетащили его только на седьмой. Я могу так сказать. Награда, конечно, для коллекционеров пойдет. Я на неда буду кататься, потому что, ну, типа, Тёма, ну, типа, как говорится, подумай. У тебя же халявный седьмой левел. Типа, чего бы и нет. Вот я просто... Бронирование корпуса, блин. Его любой колесник пробьет на пол-хп. Вы представляете, 12 миллиметров. Пол-хп ему снесет. Ээээ, бедные люди. У которых будет гореть пердак первые дни. Вот, играя на вот этом чуде, к сожалению. Ну, как я его еще назову? Танк. Обычный хеллкат с раскраской и просто добавленным единичкой еще на уровень выше. Все. Единственное, что я могу про него сказать. Радиостанцию они ему отрезали. Не знаю, нафига, конечно. Ну, как говорится, что получим, то получим. Но, ребят, все равно скоро будет марафон на новый танчик. Уже, кстати, сказали, вот на Вотэкспресс что-то стартует все это на этой неделе. Я довольно-таки рад этому. У меня как раз появился 9-й левел. Это мой любимый Тайп-4. Которому еще надо прокачать пушечку. Еще 43 тысячи опыта качать ее. Идет его туда. Ладно. Ну, в общем, вы понимаете, что танчик будет довольно-таки такой странный. Обычный хелкат. Готовьтесь к тому, что это будет обычный хелкат с урезанной дальностью связи. Как-то так, ребята. Подписывайтесь на канал. Пишите свои комментарии по поводу... Опа. По поводу ваших предположений, что у нас подарят еще. Ого. Это когда? Начало 29-го. О! После получения прямтанка. Ах, вы хитрожапые разрабы. Ну, вы даете. Ах, вы хитрожапые. По опыту. Ну, это допустим. Можно будет. Чисто опытом. Тин-тин-тин-тин. Это что? Нифига себе. Расширение ангара. Премиум танчик. Короче, ребятки. Для тех, у кого есть этот 9-й, 10-й левел, давайте начинайте копить терпение. Будем, как говорится, прокачивать с вами. Короче, смотрим наши задачи. Ядрин, мандрин. Я, конечно, понимаю, что задачи всегда были непростые на такие подобные премиум танчики. Ой, блин. Но, извините, на одной девятке занять 25 раз первое место по опыту в своей команде, извините, я усрусь. Тут, блин, уже на втором уровне нанести 20% урона от своей команды. Это надо постоянно вот, блин, каждый бой стараться нагибать. Ну, как я вам еще рассказывал, вот это вот ведро для сгребания снарядов, короче. Я снимался на этот, в рекламе на этот танчик, так что, если увидите, там я был на Ебрике, на чем-то еще был, ну, в общем, расскажу потом, когда выйдет видео, я вам скажу, на чем я был. Так что, на КВ третьем я был на ИСе третьем, вот вспомнил, на Ухошке там сидел. Ну, в общем, вы понимаете, что, короче, выходные у нас будут веселые. Ладно, ребята, ставьте ваши лайки, комментарии, ну, и подписывайтесь на канал. Всем спасибо и до новых встреч!